Прямых крыш не бывает. Ее поверхность обязательно имеет угол наклона, чтобы дождевая вода не застаивалась. Также в Когалыме не бывает неухоженных кровель. Здесь за этим строго следят. Все по очереди капитально ремонтируют. Сейчас мы находимся на объекте молодежный дом 13А. Здесь производится капитальный ремонт общего имущества. Как вы видите, кровли предварительно. Сейчас мы видим, что уже работы практически завершаются, идут к финишу. Сначала рабочие избавились от старого слоя. Сегодня укладывают новый битумно-полимерный материал. К капитальному ремонту подлежат отдельные конструктивные элементы, будь то кровля, фасад, инженерные системы, подвалы или лифты. В этом году подъемное оборудование, которое прослужило четверть века, заменили на трех адресах. Егорский фонд капремонта сначала выслушивает пожелания собственников. Жильцы могут заменить намеченные виды работ на то, что, по их мнению, более необходимо. К примеру, этот дом капитально утепляют. Ведется монтаж подсистемы. После чего пятиэтажку завернут в новую упаковку – металлическую кассету. Решение по данным видам работ принимали собственники жилых помещений данного дома. Принимали они коллегиально на общем собрании. Такое помещение долго не остывает, а теплый воздух не выходит. Утепление фасадов позволяет снизить расходы на отопление, уверяют специалисты. Однако жильцов беспокоит не только экономия. В подъезде можно ремонт еще сделать. Вот так все устраивает. Надеюсь, что будет все хорошо. Асфальт положат, как положено. До конца года станут теплее шесть домов. В ближайшее время должна состояться приемная комиссия. Специально для этого в Когалым приедут представители Егорского фонда капремонта. Сама программа реконструкции общего имущества и многоквартирников расписана до 2046 года. Если верить документу, за 30 лет будут доведены до совершенства 312 жилых строений. Юлиана Сотник, Николай Сапожников. Специально для новостей.